Прошедшая неделя была чрезвычайно богата яркими событиями. Даже не знаю, с чего начать, но, наверное, надо начать все-таки по порядку, в хронологическом порядке. Так будет справедливо к участникам этих событий, и будет понятно, что за чем следовало. Во вторник, без объявления войны, Ради Хабиров прибыл на стройплощадку несчастного дома Пашата Ростовели 5. И как только разорался, да так, что прямо остановил стройку. Что произошло, поняли немногие. Много месяцев подряд жители, с соседних домов боролись за то, чтобы остановить эту стройку. Стройку ведет по СК-6 все тот же самый Андрей Носков. По мнению местных жителей, дом являлся конкретной такой точечной застройкой, причем дистанция до соседних домов составляла там 10-11 метров. В общем, ужас-ужас. Но все эти месяцы Хабиров не обращал никакого внимания на эту ситуацию, давал какие-то вялые поручения разобраться Баширову. Более того, в отношении протестующих шли довольно ощутимые репрессии, вплоть до того, что Аллу Яковлеву даже усаживали на три дня в изолятор за то, что она как-то там нелюбезно побеседовала с Бардановым на входе в здание правительства. Какие-то там службы опеки пытались давить на родителей, у которых есть дети, чтобы они там не участвовали во всех этих мероприятиях. И вдруг Хабиров приезжает и делает все так, как его просили много месяцев подряд. Выглядело это все, конечно, совершенно чудовищно. И именно чудовищной ситуацию охарактеризовал Хабиров вокруг этого дома. В свойственной манере Хабиров, прибыв на место, заявил, что строить вы здесь не будете, обращаясь к представителям застройщика. Видимо, там был Филиппов где-то за кадром. А Филиппов это один из подельников и компаньонов господина Носкова. Носкова на месте, естественно, не было. Хабиров совершенно категорично сказал, сворачивайтесь, перекопайте, восстанавливайте, значит, тут площадку, строить вы здесь не будете и точка. Ну, женщины, посрывав маски, попытались облобызать любимого лидера, но Хабиров в достаточно резкой форме отстранился от этих лобозаний. И дальше уже началось осмысление ситуации. На этот перформанс среагировали буквально все и в течение ближайших суток. Первым заявление сделал Ульфат Мустафин, мэр нашего многострадального города. Ульфат Мансурович нижайше поблагодарил любимого лидера за эту инициативу. Рассыпался в благодарностях и комплиментах, как же ловко и сноровисто Радий Фаридович решил эту проблему. Правда, забыв упомянуть о том, что сам лично Ульфат Мансурович эту проблему и создал. Но о хронологии мы поговорим чуть позже. Вторым отличившимся был главный архитектор города Уфы, господин Байдин, который заявил, что он вообще был всегда против этой стройки, но, цитирую, так получилось. Вообще, у господина Байдина все получается так. Ну, все, кроме крупномеров, которые с успехом сажает он и его компания. Ну, в общем, конечно, мэрия Уфы здесь выглядела более чем бледно. И, кстати говоря, масса вопросов именно к действующим лицам всей этой комедии, которую мы наблюдали в начале недели. Почему Хабиров решает эту проблему? Почему этим не занимается мэр Уфы? Ульфат Мустафин вообще абсолютно ничего не делает, по крайней мере, складывается такое впечатление. За него все делают другие, в том числе и исправляют ошибки. А далее начались более сдержанные и более осмысленные реакции на эту ситуацию. Во-первых, со стороны ПСК-6 было заявлено, что на этот дом, на саму стройку и на расселение ветхого жилья, которое было сопряжено с этой стройкой, уже истрачено 460 миллионов рублей. Также ПСК-6 намекнула, заявила, объявила и давно, в общем-то, об этом говорила, что все разрушительные документы у них есть на руках. И, кстати говоря, до последнего момента на этом же настаивала мэрия и Байден, и вся вот эта вот, значит, шайка-лейка, и Мустафин и Байден, и Носков в один голос заявляли о том, что у них все в порядке с документами, и документы у них есть. И действительно, они их предъявили, показали, они есть в свободном доступе. Правда, господин Баширов, по неподтвержденным слухам, нашел какие-то изъяны в этих документах, что-то связанное с площадями придомовых территорий, но, однако, куда же смотрел Байден, и что же у него вот так получилось, как он выражается. Ну, в общем, стало непонятно. Следующая тревожная информация, вышедшая в связи с этим событием, это то, что оказывается в этом строящемся доме господин Носков каким-то чудесным образом и загадочным образом смог уже завести целых 103 дольщика. По крайней мере, так утверждают источники изнутри ПСК-6. Вообще-то, в 2020 году уже запрещено долевое строительство. Напомню, что и разрешение на строительство, и отвод земли датируется 2020 годом, но, однако, уже прозвучало, что в этом доме есть 103 дольщика. Это какая-то большая загадка, и загадку, наверное, эту нужно разгадывать прокуратуре и органам, которые надзирают за строительными процессами в Республике Башкортостан. Теперь о 460 миллионах, которые уже быстро насчитал Носков по стоимости вот этого дома. Судя по всему, господин Носков предъявит счет мэрии, и в итоге мы все расплатимся за вот это «так получилось» от господина Байдена, и вот это то, что вот наподписывали сотрудники мэрии, безусловно, с согласия господина Мустафина. То есть теперь мы отдадим 460 миллионов Носкову? Ну что за замкнутый круг? Более того, уже появились предположения о том, что там не все чисто с расселением ветхого жилья. В частности, Эльза Маулимшина, член СПЧ при главе Республики Башкортостан, предположила о том, что господин Носков опять провернул какую-то схему с расселением ветхого жилья, и опять эти нуждающиеся были включены в госпрограмму. Я пока этого не утверждаю. Это только предположение члена СПЧ. Видимо, нужно будет глубже погрузиться в этот вопрос, запросить документы в мэрии, какие дома подпадали под программу, где там финансирование государства, и пересекаются ли с этими фамилиями и адресами господин Носков. Но мы помним, да, что кое-как господин Носков отбился от обвинений в подобных схемах, еще связанных с господином Филипповым, по прежнему составу мэрии. В общем, подозревать его есть у нас все основания. Теперь немного о хронологии и о странном заявлении господина Хабирова, связанном с этим домом. В частности, в Башинформе процитировали Хабирова в таком ключе, что ситуация вокруг этого дома на Шатару Ставели может быть расценена как чудовищная, но, к сожалению, разрешение на строительство было получено до прихода нашей команды к власти. Вот примерно так выразился Хабиров. Здесь два варианта. Или Радифаритович нагло соврал нам прямо в глаза, или он просто не в курсе того, что происходило в мэрии и происходило с Носковым. Дело в том, что хронологически разрешение на строительство было выдано господину Носкову 7 мая 2020 года. Буквально вот недавно. А земля была отведена, кстати говоря, бесплатно отведена ему земля 30 января все того же 2020 года. Вся команда Хабирова вот уже как полтора года была на месте и трудилась. Мустафин и прочие, значит, Байдены были на месте. То есть заявлять о том, что разрешение Носков получил до прихода Хабирова и его команды к власти, это или вранье, или некомпетентность самого Хабирова, который не потрудился посмотреть документы и понять ситуацию изнутри. В любом случае, причастность мэрии, Байдена, Мустафина к этой ситуации 100% очевидна. Злые языки уже, конечно, говорили о том, что у подъезда мэрии были замечены два человека. Один из них был поразительным образом похож на Мустафина, другой на Носкова. И один, значит, мутузил другого с криками «Где мои бабки?». Я, конечно, в это не верю. Возможно, это совпадение, да и мало ли похожих людей. Но вообще, конечно, внутри мэрии, безусловно, некие процессы сейчас происходить должны. По-хорошему, безусловно, Байден и Мустафин должны уйти в отставку после вот этих вот событий. Но вы же понимаете, у нас сейчас новая стилистика. У нас есть события, но у нас нет виноватых, потому что все свои. А своих мы не сдаем. Остается выяснить, насколько же свой Байден Хабирову... Мустафин-то точно свой, прямо в доску свой. И он его точно не сдаст. Но, честно говоря, мы уже очень сильно устали от этого мэра, абсолютно бездеятельного, безликого, безмолвного, у которого все вот так вот получилось, который не в состоянии не контактировать с жителями, не решать какие-то проблемы. А вспомните, сколько раз жители Шатару ставили пять, требовали именно контакта с Мустафином. Там вплоть до каких-то комических технологий на тему розыска мэра было и так далее, и так далее. Мустафин был глух абсолютно. А теперь Хабиров как бы исправляет за него ошибки. Но на самом деле не будем питать иллюзии. Дело в том, что акции ради Фаритовича в последние недели упали так низко, что, пожалуй, любой повод отличиться для него был подходящим. И вот Хабиров кинулся совершать эти подвиги Геракла, останавливать стройки, запрещать безобразие и вот эти всякие чудовищные ситуации. Теперь давайте немного поговорим о последствиях всей вот этой истории. Ну, помимо уже высказанной мною необходимости кадровых решений внутри мэрии, я имею в виду все-таки резкие и конкретные решения в отношении Байдена, в отношении Мустафина, здесь еще есть и другие последствия. Безусловно, нужно теперь будет понимать, что будет с этими 103-ми дольщиками, если они вообще существуют в доме у Носкова. Второе. Будет ли рекультивирована эта территория и за чей счет? И кто ответит за эти 460 миллионов, как будто бы истраченных Носковым на эту стройку? Еще вопрос. Наверняка стоит проверить все строительные объекты, которые заявлены господином Носковым, особенно вот эта вот мегастройка в Черниковке. Вдруг там тоже что-нибудь вот так получилось, как вот Байден сказал. При том, что, ну, для этого у нас есть все основания предполагать, что там не все чисто. Ну, вот после этой истории США-то расставили. Я считаю, что сейчас независимые контрольные органы должны самым внимательным образом проанализировать всю деятельность ПСК-6 на территории Уфы и прилегающих районов. Кстати говоря, не забывайте, что у ПСК-6 некая площадка есть еще и в Иглинском районе. Соответственно, жесточайший контроль и пристальное внимание должно быть обеспечено господину Носкову. Что-то мне подсказывает, что там вполне себе возможны еще более крутые нарушения, что были, нашата расставили, потому что, ну, вот такова стилистика ведения дел. И вообще надо проверить все документы, разрешительные документы, выданные вот этой вот новой мэрии и вот этим Байденом Мустафином за весь период их деятельности. Потому что, честно говоря, вот у меня лично и у многих горожан нет никакого доверия к деятельности вот этого вот административного аппарата, который у нас считается и называется мэрией Уфы. И еще немного о персоналиях. Вот господин Носков и его компаньон Филиппов, оба депутаты. Филиппов депутат Госсобрания, Носков депутат Горсовета. Пора бы задуматься, надо ли нам выбирать вот этих людей на эти посты, чтобы они потом имели дополнительные возможности доступа внутрь вот этих вот структур, структур власти и к определенным рычагам, на которые они, безусловно, давят, достигая собственных целей и так далее. То есть вот господин Носков, у нас депутат Горсовета, он же в городе создает вот подобную ситуацию со строительством. Но неужели это каким-то образом совместимо? И неужели мы можем предполагать о том, что это никак не связано между собой? Вторым и не менее громким событием на этой неделе было назначение Андрея Назарова на пост премьер-министра правительства Республики Башкортостан. Начать надо с того, что сама процедура назначения через Госсобрание была окутана какими-то загадочными событиями, обстоятельствами. Информация о том, что в четверг Госсобрание будет голосовать по кандидатуре Назарова просочилась в прессу, ну просочилась я беру в кавычки, потому что это был очевидный слив, еще в понедельник. Причем мнения разделились, слив это или не слив, фейк это или не фейк, потому что Госсобрание никак не подтверждало этого события. И более того, депутаты Госсобрания говорили о том, что в повестке дня этого вопроса нет. Вопрос появился в повестке буквально за совершенно незначительное время до самого голосования. Голосование прошло гладко и проголосовали единогласно, несмотря на то, что в рядах коммунистов еще совсем недавно было достаточно ощутимое ворчание со стороны Кутлугужина и прочих, значит, там протестантов. В Госсобрании они протестуют против всего, пока им чего-нибудь не подарят. Какую-нибудь приятную вещь, какое-нибудь народное правительство или еще какую-нибудь билиберду, которые эти Кутлугужины считают полезной вещью. Ну ладно. В общем, проголосовали все единогласно. Назаров выступил с неким программным заявлением перед депутатами Госсобрания. Впоследствии он дополнил это заявление, общаясь с прессой в тот же день. И, в принципе, можно сложить некую абстрактную пока еще картинку того, что намерен делать Андрей Геннадьевич на посту руководителя правительства Республики Башкортостан. В частности, из ярких пунктов его программы, это удвоение внутреннего республиканского продукта, наращивание производительности труда в целом по экономике Республики на 20%, увеличение численности частных предпринимателей на 70%, удвоение инвестиций и сокращение на четверть чиновничьего аппарата по Республике Башкортостан. Ну, прямо скажем, это не просто амбициозные, а очень амбициозные задачи. И, как высказался один мой добрый приятель, если он справится хотя бы с половиной из этих задач, его можно делать премьер-министром вселенной. Ну, согласен, да, потому что звучит это все совершенно колоссально, и дух захватывает. Но давайте по пунктам. 100% инвестиций плюс, это при условии, что мы не будем считать инвестициями по краску подъездов за государственный счет. Плюс 70% предпринимателей, но это при условии, что считать их будет не Бойцова, а кто-нибудь более добросовестный. Плюс 20% производительности труда. Вот этот пункт, я считаю, на самом деле самым важным. Мало кто понимает, что именно в низкой производительности труда в принципе в корне проблема российской экономики. Если Андрею Геннадьевичу удастся сдвинуть производительность труда хотя бы на 10-12% по республике, это будет колоссальный результат. Дело в том, что это результат по эффективности, а не по объему. А эффективность сейчас важнее объемов. Ну, плюс 100% валу республиканского продукта. Тут, конечно, большие вопросы. Опять же, как будут считать. Я думаю, что это задача не одного года, а, наверное, двух или трех лет. Ну, и минус 25% чиновников. Вот здесь заложено некое лукавство, на самом деле, потому что уже сейчас начался процесс по переведению штатных единиц сотрудников ведомств и министерств в государственные казенные учреждения. Если вот эта операция будет считаться сокращением чиновничьего аппарата, то это будет неким лукавством, потому что, на самом деле, все останутся на месте и при зарплате, просто будут по-другому называться. А вот если Назарову удастся существенно реально сократить управленческий аппарат по республике, это будет большим облегчением для бюджета и вообще для населения в том числе. Теперь о том, зачем нам вообще нужен Андрей Геннадьевич Назаров. Вроде как и так неплохо жили. Хабиров правил правительством. У него там куча вице-премьеров. Набралось уже аж 12 человек. И, судя по всему, популяция вице-премьеров продолжала бы расти, если бы вдруг не Назаров, который заявил о том, что количество вице-премьеров надо сокращать. Я прямо сейчас могу подсказать парочку вице-премьеров, которых можно безболезненно для эффективности работы правительства убрать немедленно. Это Азат Закройрод Бадранов и Ирик Подними задницу Сагитов. Вот эти два абсолютно бесполезных вице-премьера, которые только занимают место в служебных ландкруизерах и кабинетах, их можно на скидку прямо сегодня сокращать. Но с остальными тоже там надо поработать. Я думаю, что популяцию в 12 вице-премьеров можно смело сократить до 7-8. Но на самом деле не уничтожение лишних вице-премьеров является сверхзадачей господина Назарова. В первую очередь, конечно, это некое громоотведение от Радия Хабирова. Хабиров настрадался, будучи руководителем правительства последние два года, и ему срочно требуется передышка. Хабиров натворил много, конечно. То есть он распугал инвесторов. Он неадекватным поведением своим завел там многие экономические процессы в тупик. В Башкирии практически провалены почти все нацпроекты. По многим из них там балансируют на грани провала. У нас все плохо с дорогами, с медициной, с образованием и прочими вещами. То есть я перечисляю по нацпроектам. И, конечно, Назарову нужно здесь это все будет дело исправлять, хотя бы пытаться после Хабирова. Я, как уже много раз упоминал о том, что Хабиров очень плохо понимает в экономике. И, видимо, слава богу, понимает он именно это, что он ничего не понимает. Соответственно, вот этот человек Назаров, который действительно компетентен во многих процессах, был ему просто супер необходим. И вот он появляется. Кроме всего прочего, Назаров наверняка будет являться новой метлой. Речь идет о переформатировании и переназначении правительства. Хабиров, уже запутавшись в своей системе свой-чужой, видимо, не в состоянии эффективно разбираться со своей же собственной братвой. А вот Назарову не все они свои. Соответственно, его руками, видимо, и будут убирать некоторых своих. Про доверие инвесторов я уже сказал. Нам, республике, срочно нужно возвращать доверие инвесторов, потому что то, что произошло в последние месяцы в республике, я имею в виду и БСК, и Шатару ставили, и прочее-прочее, это, конечно, никак не добавляет доверия нашей территории. Люди с деньгами, со страхом, на самом деле, смотрят на Башкирию, потому что не понимают, что с ними может случиться с их деньгами буквально завтра при таком руководстве. Ну и вот Назаров будет, конечно, как бы сглаживать эту ситуацию. Кроме всего прочего, Андрей Назаров, пожалуй, последний человек, которого хоть сколько-нибудь воспринимают в Москве и в большом бизнесе. Воспринимают, я имею в виду, с доверием. И его слово будет неким гарантом для тех, кто попытается вести бизнес в Башкирии, потому что остальные все девальвированы практически в ноль. Потому что если здравый инвестор посмотрит на какого-нибудь Бодранова, Баширова и прочих потенциальных подследственных, ну, естественно, люди не захотят вкладывать деньги в экономику этого региона, а Назаров все еще вызывает у них доверие. В общем, примерно вот такие причины назначения Андрея Назарова на эту должность. Назначение прошло очень тяжело, несмотря на то, что Андрей Геннадьевич утверждает о том, что все было по плану. На самом деле это не совсем так. Понятно, что было некое противостояние и внутри республики, и на федеральном уровне, но вот его преодолели. С какими трудностями еще столкнется Назаров? Ну, во-первых, это внутриэлитные группировки, которые успели сформироваться у нас уже внутри вот этой команды Хабирова. Назарову, безусловно, придется воевать с Сидякиным, Башировым и Тажединовым на тему приоритетов и полномочий. Дело в том, что каким бы замечательным ни был Андрей Геннадьевич, насколько бы он хорошо не разбирался в экономике и в прочих процессах, без полномочий у него ничего не получится. А полномочия не просто будут получены, полномочия будут перераспределены. Вот эти вот хаотичные экономические поручения господину Баширову должны закончиться, потому что всеми этими вещами должен заниматься Назаров. Вот это бесконечное, беспрестанное вмешательство в экономику господина Сидякина должно закончиться. Я понимаю, что там все это было не бескорыстно и не без личного интереса, но господину Сидякину нужно прощаться с этой функцией. Он политическая фигура. Вот пускай занимается партиями, там, с Дианочкой Демидовой и прочими активистами, значит, взаимодействует, там их всячески регулирует, а вот в экономику Сидякину лезть абсолютно не нужно. В общем, вот так. Ну и, естественно, там Тажетдинов еще сбоку припеку есть, и с ним тоже придется с Назаровым разбираться. Это очень непростая, на самом деле, ситуация. Все эти люди достаточно влиятельны и набрали веса и жирка, и неких финансов. У всех у них есть достаточно серьезные возможности, соответственно, справиться с ними Назаровым будет непросто. С присущей Хабирову внезапностью на этой неделе Радий Фаритович внес новые изменения в свой указ о ситуации с коронавирусом, и в этот раз это было что-то совсем необычное. Хабиров, по сути, закрыл два города и пять районов в республике Башкортостан. Это город Тоймазы и город Салават, а также Ишимбайский район. Очевидно, что вот это изменение вовсе не связано с коронавирусом, ведь, по словам Забелина, у нас 31 человек всего на всю республику лежит в стационаре с этой инфекцией. А связано это с протестными действиями, которые не утихают в Ишимбайском районе. Жители требуют отставки Азамата Абдрахманова, главы Ишимбайского района, вот этого вот пресловутого матершинника. Более того, вчера накануне в Ишимбайе был задержан и осужден на 10 суток один из главных активистов, тот самый дядя Гриша. Все это вместе, цепочка одних событий, это настойчивая и последовательная позиция Хабирова про вот это вот своих не сдаем и ни за что не сдам Азамата Абдрахманова. Я уже говорил о том, что если Хабиров сдаст Абдрахманова, то тогда вся республика взорвется и, ну, почти все районы потребуют отставки своих глав. Практически везде главы не устраивают жителей района. Ну вот, новая технология, теперь мы будем закрывать территории, не допуская вот этих вот флешмобов по отставке главы Ишимбайского района. Посмотрим, чем это все закончится. Посмотрим, насколько жители поймут вот эту вот войну с ними в Ишимбайском районе. Судя по всему, протест не затихает. И, в общем-то, ну, надо отдать должное. Местные жители, по-моему, свой приговор господину Абдрахманову вынесли. И в завершение об одном событии, которое незаслуженным, осталось незамеченным широким кругом общественности. Я говорю о том, что в четверг не только премьер-министра утверждал на шкурута и госсобрание, а еще и в первом чтении приняли закон о перераспределении полномочий властей в республике в отношении земли. Это, ну, фундаментальный, важнейший закон. Я бы назвал его, там, ленинским термином «законом о земле». И речь идет о том, что полномочия муниципалитетов обнуляются, и земля теперь в республике будет распределяться через республиканское правительство, через Министерство земельных и имущественных отношений. Это кардинальное изменение схемы. Вообще земля была последним активом муниципалитетов, и теперь совершенно непонятно, что остается в ведении муниципалитетов, потому что муниципальная собственность давно уже распределена и поделена, и оставалась только земля. Очевидно и налицо попытка республиканского правительства и лично Хабирова взять под контроль вот этот самый важнейший кусок, который остался. Многие и давно говорят, что в России вообще последним активом осталась земля, и вот, видимо, это также хорошо понимает и господин Хабиров. Судя по всему, намеренно замалчивалась значимость этого закона, и был он принят, по крайней мере, в первом чтении, так тихонечко-тихонечко и незаметно. А потом, когда муниципалитеты и жители районов опомнятся, будет уже поздно. Закон будет принят, и у местных жителей, у местной администрации даже не останется возможности получать землю через районную власть, и теперь все они будут ездить в Уфу. Насколько справится Министерство земельных и имущественных отношений с этим вопросом, тут, конечно, это даже не вопрос, а утверждение, скорее всего, не справится. Кроме всего прочего, это, конечно, колоссальная коррупционная составляющая. Представляете, теперь в одни руки попала компетенция и полномочия попали по распределению всей земли по всей республике Башкортостан. Ну, естественно, как всегда и как принято у нас в России, это закончится жуткой коррупцией, бардаком и всевозможными конфликтами. Но зато с облегчением главы районов теперь будут отправлять своих несчастных жителей в Уфу. Все вопросы туда, в Уфу, не ко мне, я тут глава, ничем не командую. В общем, конечно, надо наблюдать за этой ситуацией. Не дай бог этот закон будет принят в окончательном чтении, и мы увидим совершенно революционную ситуацию с землей по республике Башкортостан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова